21-летний студент Антон родом из Нового Уренгоя. В этом городе проблема алкоголизма остро стоит уже давно. Сам молодой человек решил объявить пьянству бой пять лет назад. Он видел, как водка разрушает жизни людей, целые семьи, и вступил в организацию «Трезвая Россия». «Бесит ситуация, которая у нас происходит на данный момент. Алкогольные лоббисты говорят, что проблемы нет, алкоголь можно продавать всегда и везде, и мы с этим боремся. Наша цель выявить продажу алкоголя после 23.00 и наказать нарушителей». Российские законы запрещают розничную продажу спиртного в ночное время. Идет ловля на живца. В Москве уже за полночь и Антон только что купил вот эту бутылку пива, которая станет вещественным доказательством для полиции. Магазину теперь грозит штраф до 100 тысяч рублей. Это лишь одна из мер по профилактике алкоголизма в стране. Среди других – повышение акцизов, введение минимальной розничной цены на водку. Все это, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, привело к сокращению потребления спиртного на 43% с 2003 по 2016 год. Пить стали действительно меньше, отмечают члены трезвой России. Но напоминают, статистика учитывает далеко не все данные. «Помимо легальной части рынка, есть в любом случае и контрафактная часть, с которой в том числе надо бороться. Государство это понимает, делает какие-то попытки, но пока они не учетные. Только нашими усилиями за прошлый год выявлено более 1500 тонн контрафактного алкоголя». Объем рынка, запрещенной онлайн-торговли горячительными напитками, вырос с 2018 год на 23% и превысил 2 миллиарда рублей. «В интернете огромное количество предложений по покупке алкоголя с большими дисконтами, с большими скидками, большими партиями. То есть продают от имени различных компаний. Естественно, это стопроцентная подделка. Естественно, это сверхприбыль». Ежегодно 100 тысяч россиян обращаются за медицинской помощью после употребления контрафактной продукции. Самый крупный по числу жертв в случае отравления суррогатным алкоголем зафиксирован в Иркутске в 2016-м. Тогда 78 человек погибли, выпив концентрат «Боярышник» с метиловым спиртом.